Олеся, а вот если вы вдруг сейчас сильно влюбитесь, поменяете ли вы учебу и модельную карьеру на создание семьи? Олеся, а основным для меня в жизни всегда было учение, потому что я считаю, что хорошая область – это порука дальнейшего успеха. И я в певной мере карьерист, и поэтому я планирую сделать достаточно хорошую карьеру, желающую в галузе юриспруденции. И считаю, что человек, который меня любит, и который любит я, целиком даст мне свободу в выборе моей позиции в жизни. Далее вопрос задает красотка. Какая атмосфера была на конкурсе? Все рассказывают о том, что девушки дружелюбны, но этого же не может быть, это же конкурс. Присутствовала какая-то атмосфера все-таки? На самом деле, до конкурса, я не почувала конкурс. Ну, когда я приехала на конкурс, мне все девушки стали очень красивыми. То есть, ты приезжаешь, новые обличия, и, конечно, мне понравились абсолютно все. После общения и пребывания на конкурсе больше двух недель, я начала предъявляться до девушек, и мне уже понравились только одни, я выделяла там для себя свои фавориты. Хочу сказать, что, конечно, были достаточно ширые девушки, которые действительно действительно очень хорошо относились один к одному. Но, как и в нашей жизни, были и девушки, которые просто играли на камеру, и они на самом деле достаточно проявились уже после конкурса. И, конечно, были и такие. Ну, стекло просто не то, что было. Ну, я стекло не то, что было. Но у меня было все записное. И платья, и туфли, я бы отдавалась. И вализы на замочек. Чтобы берегтися от можливых каких-то. Да, бережу, но Бог бережет, не правда говоря. Следующий вопрос от Симеона. Из газет узнал, что вы пишете стихи. Я думаю, что вы очень талантливы. Не хотели бы издать свой сборник. Я давно мріяла видать сборку своих ввершин. У меня же их вночается близко 50. Я пишу ввершин. Я недавно разбирала речи. И знайшла свой блокнот, который я вела в первом классе. И только я научилась писать. Можете, с тех пор я пишу ввершин. Изначально, это были очень смешные, детские, быстрые. Но это была творчесть. Поэтому действительно, с творчестью я самого детства. И на самом деле, мне было бы очень приятно выпустить свой сборник и донести свои вверши людям. Потому что пока что единственным читателем моих ввершин есть я и мои подруги. И подруги, которыми я могу доверить все. Потому что мои вверши достаточно особистого характера. И я пока что не делала с ними. Немного ни с кем. В майбутнему текает на сборник. Кэт интересуется. Олеся, как вы держите себя в форме? Занимаетесь ли спортом или сидите на диете? На диете никогда не сидела. Спортом занимаюсь. В школе, причем, я всегда лидерировала на физкультуре. И пыталась отсидеться в куточку, чтобы не выполнять какие-то вправы, потому что я очень не любила физкультуру на диете. А когда я подросла, то я поняла, что спорт не должен стать надъемной частью моего життя, если я хочу держать себя в короткой форме и чувствовать себя здорово. Что-то диете, то я не сижу на диете, я очень люблю солодкие, поэтому дозволяю сюда иногда десерти. Но перед конкурсом я сидела на полковой диете с бетою не скинути килограмми, а навпаки не брати, потому что достаточно легко было сгубиться и находиться на американах, в которых все надзвичайно доброе. А теперь вернулася на родную Украину и просто носочусь украинскими странами, потому что я очень сильно скучала. Тому теперь дозволяю себе все. Далее Венера спрашивает, а любите ли вы готовить? Если да, то что? Может быть, поделитесь рецептом? Я очень люблю готовить, но люблю готовить не для себя, а для кого-то. Я живу в куртожитке, разом с моими соседками, и очень часто люблю готовить что-то для них. Обязательно, мои любимые стравы это суп с фрикателем и сыр на кимот. Обожди готовить и это мои любимые стравы. Кухню предпочитаете больше нашу, украинскую? Украинскую. Я зрозумела после Америки, что не кращая кухня, то что-таки украинская. Обязательно люблю даже итальянскую кухню, а украинскую кухню я не стараюсь. Гость пишет нам. Много ли вы вкладываете средств в свою красоту? Какие косметические процедуры для вас обязательны? Ну, я взагалі, то, от подготовки до конкурсу, своих денег я не вкладала. Это все кошти конкурсу Місу Украины Сеси. И, в принципе, что до процедур, я вважаю, что я пока еще молода, и мне не нужны никакие процедуры. Звычайно, есть разные средства для догляда за шкиру, и они просто необходимы, особенно сейчас, в период, когда каждый день достаточно сильный мейкап. И, конечно, я использую разные средства для догляда за шкиру. Какие-то масочки, может, порекомендуете для наших читателей? Что-то масок, то я користуюсь косметикой ЛАШ, это природная косметика и основана природных ингредиентов. А для волос делаете что-то специальное? Такие волосы очень вкусные. Дякую. Звычайно, нам подарили... Одним спонсором конкурсу Місу Сеси была компания, американская фирма для догляда за волоссям. Они подарили просто громадный набор для догляда за волоссям. И сейчас я использую самую эту фирму. Думаю, буду использовать ее в Путер, потому что мне очень понравились результаты.